Приветствуем мы на севере Москвы, в Коптерском и Войковском районах. Здесь от Большой Академической улицы до Нарвской улицы и окружной железной дороги, у бывшей железнодорожной станции Братцево и пассажирской платформы Балтийская проходит улица Клара Циркин. Двухсторонний движение автомобильного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Длина улицы составляет более одного километра. С 1925 до 1935 года улица Нарвская улица Вокзальная по дачному вокзалу, станция Подмосковная, окружная железная дорога, которая здесь находилась у платформы Красной Балтийской улицы и окружной железной дороги, нынешней, недалеко от улицы Космонавта Волкова, ну как раз недалеко отсюда. В 1935 году улица Волокера переименована и названа в честь немецкой коммунистки, деятелями международного революционного рабочего движения, одной из основателей Коммунистической партии Германии Клары Циркин, которая жила в 1937-1933 годах. Ну, сейчас типа ее инициатива была создана в 1937 году первая международная женская конференция. Вот, и как раз на конференции женщин-социалистов в Крикпенгагене в 1910 году по предложению Циркин как раз было принято решение о праздновании международного женского дня 8 марта. То есть это как раз мы празднуем то, что предложила Клара Циркин. Ну, надо сказать, что она вообще участвовала активно в международном таком революционном движении. Ее за это постоянно преследовали, сажали в тюрьму даже, то есть много, но она продолжала свое дело, такой была ярой революционеркой, коммунисткой. Ее высоко оценивали Ленин, конечно, но и она тоже с ним была на одной волне. Ну, и, в общем, приезжала к нам часто, и в Германии, и в нас, и в Европе там тоже ездила. Ну, и, в принципе, у нас она и скончалась в Архангельском, недалеко от Москвы, знаменитого имения, и похоронена тоже у Кремлевской стены. Вот. Что касается самой улицы, то она, как бы, делится на две части. Это жилищная и социальная часть и промзона Курсева. Жилые дома здесь все практически построены в советское время. Это двух, пяти, шестиэтажные дома 150-го года постройки, девяти и четырнадцатый этажные, три шестьдесят-пятьдесятый годов постройки, двенадцатый этажные, тысячи девятьсот-десятого года постройки. Ну, есть и некоторые новые дома. Это 9-этажный дом под номером 29, корпус 1, 2004 года постройки. 17-этажный дом под номером 29, 1994 года постройки. И 24-этажный дом под номером 18, корпус 1, 2007 года постройки. Кроме того, кроме жилых домов, также есть детские сады, школа. Много офисных зданий. Научно-производственное объединение Элевар под номером 4, 2009 года постройки. Разные магазины. Компания Биохиммаш под номером 4, корпус 2. Создание библиотека имени Николаевой. Много офисов и разных фирменных территорий. Научно-производственное предприятие Дельта под номером 18, которое занимается производством медицинских изъятий, инструментов и оборудования. Издание в 60-х годах постройки в советском времени. Тут же находится издательство Эксмо под номером 18, корпус 2. Хотя вроде Эксмо находится и на улице Зорге. Но может быть здесь филиал какой-то или еще одно здание. Офисные здания под номером 20, современные, которые находятся на месте сквера. Когда-то здесь был сквер, станция с площадкой и так далее. Рядом находится пожарная часть завода «Авангард». «Авангард» по Старо-Тетровскому проезду идет, но здесь пожарная часть. Интересно, здание селико-труктивизма конца 320-х годов. Это бывшее пожарное депо деревни Когтева, которое здесь находилось в 1960-м году. Тоже рядом находится политехнический колледж имени Годовикова, 4-х этажное кирпичное здание, 358-го года постройки. Такое типичное, когда-то это был машиностроительный вечерний рабочий техникум, потом московский авиационный техникум, а теперь политехнический колледж. Также автосалон. На улице находится церковь Ивановских, Христиан-Баптистов, Благая Весть, под номер 25, корпус 2, строение 4 здания, в 1651-го года постройки. Электроподстанция Копки, управление механизацией номер 3, под номер 26, с несколькими строениями. Заменитый комбинат игрушек, под номер 28, работает в 1663-го года. Один из крупнейших производителей товаров для детей в России, до сих пор работает и был создан в 1663-м году, выпуская всякие настольные игры, игрушки из полимеров. Московская северная таможня, под номер 29, здание бывшего детского сада. Ну и вот машиностроительный авангард, наверное, самое такое приметное и главное сооружение на этой улице, под номер 33, там очень много строений на огороженной территории. И занимается, работа на 1342-го года, и занимается производством зенитных ракет для комплексов ПВО и ПРО, противоракетной обороны и противовоздушников. Ну, рядом находится медцентр, бывшая заводская медцентр-часть, тоже, кстати, интересное здание в 20-е годы в силе конструктивизма. Ну, а теперь частная клиника, СМ-клиника, филиал на улице Цеткина. Ну и также компания Русавиа, под номер 33, строение 33. Ну, и опять же, много всяких офисных зданий, гаражи, автосалоны и автосервисные организаторы. Ну, в промзоне, конечно. Ну, гаражи не только в промзоне, около жилых домов тоже есть. Вот. Ну, конечно, каких-то особых достопримечательностей, в принципе, здесь нет. Ну, как мы видим, есть несколько довольно старых домов в силе конструктивизма. Могут заинтересовать какие-то заводские строения, тоже уже довольно-таки старые, советские, именно, построенные в промзоне. Ну, а жилые дома, конечно, жилая зона, там обычная состройка стандартная, советская, частично постсоветская. От метро улица довольно далеко находится, поэтому лучше всего доехать на трамвай, на 23 и 27, или на автобусе номер 90 от метро Гойковска. Приятных прогулок и до новых встреч на улице Москвы.